Завтра начало нового учебного года. В селе школы края готовы принять детей. На избирательный участок доставят бесплатно. 27 автобусов в день выборов будут возить жителей из отдаленных районов Варнаула. В крае стартовал сезон охоты. За что можно получить штрафы, какие нарушения уже фиксируют. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Завтра 1 сентября. Все школы края, их у нас 1114, готовы открыть двери для учащихся. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности замминистра образования и науки края Евгений Кайгородов. Всего за парты сядут более 266 тысяч детей. Это на 6 тысяч больше, чем год назад. Несмотря на то, что учебный год начнется уже завтра, в крае есть учебные заведения, где продолжается ремонт. Причины разные. Например, в некоторых летом сдавали ЕГЭ. Поэтому работы начались позже и завершить их просто не успели. Такие школы допущены к учебному процессу частично. Там продолжат ремонт с условием, что помещения не будут задействованы для обучения. Но подобных в крае единицы, подчеркнул Евгений Кайгородов. Также в течение года будут устраняться незначительные замечания, которые были выявлены в ходе приемки школ, Роспотребнадзором, пожарными и другими проверяющими службами. Это те замечания, которые не препятствуют началу учебного года. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что все школы Алтайского края готовы к приему детей. 27 бесплатных автобусов будут доставлять избирателей в день выборов 9 сентября. Дополнительный маршрут решено запустить для жителей отдаленных районов краевой столицы. Расписание движения есть на официальном сайте Барнаула. Там же указано время отправления. Так, например, в казенной заимке от улицы Набережная до избирательного участка автобус отправится в 8.30 утра. Проголосовавших организованно доставят и в обратном направлении. Бесплатные автобусы будут курсировать также в поселке Ганьба, Ягодная, Ильича, Лебяжье, Борзовая заимка и Мохнатушка. Когда в Рубцовске построят ледовую арену и сколько вкладчиков пострадало от покупки векселей в Азиатско-Тихоокеанском банке, эти и другие новости в традиционном обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Обманутые барнаульцы устроили пикет у Азиатско-Тихоокеанского банка. Люди выступили с требованием вернуть им вложенные деньги, сообщает полиция БРУ. Несколько вкладчиков, пострадавших от вексельной схемы, пикетировали один из офисов учреждения в Барнауле. Ранее сообщалось, что несколько жителей краевой столицы вложили свои сбережения не на вклад, а в векселя. В этом случае процентная ставка была выше. Как выяснилось, ценные бумаги покупались не у банка, а у компании ФТК. И деньги вкладчиков шли на погашение долгов компании, которая, по данным Центробанка, обладала всеми признаками неплатежеспособности. Ну а сам банк в этом случае выступал агентом по продаже векселей. По всей России от этой схемы пострадали тысячи человек. Общая сумма их потерь превышает 4 миллиарда рублей. В Рубцовске начали строить ледовую арену за 217 миллионов рублей. Возводить ее планируют два года, сообщает АИФ на Алтае. Одновременно находиться там смогут 300 человек. Хоккеисты будут бесплатно тренироваться в рабочие дни с 10.30 до 17 часов. И один раз в квартал в ледовом дворце будут проводить соревнования. Достроить арену планируют в 2020 году. Эту народную артистку, пожалуй, слышал каждый житель краевой столицы. 90-летней бабушке, которая высоким голосом распевает романсы, играя на гармонии у гостиницы «Центральной», жители подарили новый инструмент. С 90-летней пенсионеркой познакомился барнаулец Иван Фомин. Он и рассказал ее историю корреспондентам КП на Алтае. Иван выставил пост, и буквально на следующий день откликнулись неравнодушные барнаульцы. Бабушке подарили новый инструмент и собрали 16 тысяч рублей на лекарства. Евгения Даровская, наши новости. А мы продолжим. Военная кафедра Алтайского государственного технического университета уже в феврале 2019 года будет преобразована в военный учебный центр. Идея принадлежит Министерству обороны. Подобные нашей кафедры будут преобразованы в центры и в других российских регионах. Таким образом, планируют увеличить количество готовых военных специалистов в стране. Как и прежде, без отрыва от получения основного высшего образования, студенты будут осваивать и военную специальность. Главное новшество – учиться в военке, в политехе. Теперь смогут и представители других вузов, но лишь те, кто способен разобраться в устройстве сложной боевой техники. Студент должен учиться на техническом направлении, для того, чтобы мы ему могли дать знания на основе тех знаний, которые он получает в вузе по своей основной образовательной программе. Преимущество, конечно, будет у студентов технического университета, потому что они в основном учатся на технических направлениях. Сейчас на военной кафедре учатся около тысячи студентов. Вместе с гражданской профессией они, как и прежде, получат звание лейтенанта, сержанта или рядового с зачислением в запас, без призыва на срочную службу. Когда кафедра станет военным центром, набор студентов увеличивать не планируют. При этом его выпускники могут сделать хорошую карьеру. Если нет желания продолжать трудиться по основной гражданской специальности, имеют возможность призваться в ряды вооруженных сил, заключить контракт и служить в рядах вооруженных сил или в силовых структурах. Шесть единиц стрелкового оружия использовали незаконно с момента открытия сезона охоты на пернатую дичь в Алтайском крае. А ведь прошло меньше недели. К тому же за это время произошло три несчастных случая. Погибли люди. Один оказался на линии огня, двое утонули. Об этом на брифинге журналистам рассказали специалисты Минприроды Алтайского края. Происшествия всего за неделю случилось более 80, по мнению руководства управления охотничьего хозяйства, напрямую связаны с ежегодным ростом желающих поохотиться в среднем на 2000 в год. Наибольшей популярностью у них пользуются Мамонтовские, Новичихинские, Ребрихинские и Тальменские районы. К нам все чаще приезжают гости из Кемеровской и Новосибирской областей, а также из Европейской части России. При этом, отмечают специалисты, общий уровень охотничьей культуры остается низким. Большинство нарушений и трагических случаев происходит из-за неумения пользоваться оружием. В связи с этим в ближайших планах министерства ужесточить правила выдачи охотничьих билетов. Не просто сдачи охот-минимум, но и проведение какого-то обучения в этой части элементарным правилам охоты. Не стрелять по проводам, не стрелять по силуэту и так далее. Более того, есть предложение приобщить к обучению стрелковые клубы. Напомним, сезон охоты на болотно-луговую, полевую и степную дичь открыли 25 августа. Он продлится до 20 ноября. На боровую дичь можно охотиться до 31 декабря. Отметим также, что по данным Управления охотхозяйства, ежегодно от выдачи охотничьих разрешений в краевой бюджет поступает около 25 миллионов рублей. Еще около 10 края получают от штрафов за нарушение правил охоты. Наш телеканал подводит итоги розыгрыша, стартовавшего неделю назад в группе ВКонтакте. Определилось три победителя, которые получат по два билета на колесо обозрения. Ждем их в редакции наших новостей, а мы рады объявить очередной розыгрыш от парка Орликино. Условия те же. Необходимо зарегистрироваться в нашей группе, а также в группе парка развлечений Орликино. И сделают репост информации о розыгрыше. Генератор случайных чисел определит троих победителей. Они получат билеты на аттракцион «Космос». Итоги подведем 5 сентября. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории края обещают дожди и грозы. 17 выше 0 в Рубцовске, 18 в Бийске, 20 в Славгороде и Алейске, 21 в Рубцовске. В Барнауле переменная облачность, ветер северо-восточный слабый. В ночное время до 14 днем тепло, до 24. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова